Дорогие друзья, сегодняшняя запись является следствием просмотра одного видеоролика, который я увидел пару дней назад и который очень меня впечатлил. Я бы хотел сказать вам ваше впечатление, коротко описать этот видеоматериал, который, по моему мнению, очень точно и удачно характеризует нынешнее состояние дел. Авторы этого материала предлагают пять уровней понимания происходящего. Первый, самый значимый, высший уровень – это уровень духовный. За ним следует уровень политический, после чего следует уровень экономический, после экономического следует уровень идеологический и после идеологического низший уровень – уровень физиологический. Итак, нынешняя духовная брань, нынешняя агрессия сатанинских сил против рода человеческого является прямым следствием нашего отступления от веры. Все мы в большей или в меньшей степени являемся отступниками. Мы перестали понимать глубинные смысли реальности, личной жизни через призму православного видения на мир. Именно поэтому Господь подвергает нас столь жестокому испытанию. Уровень политический определяется очень просто. Для тех, кто понял, что же происходит в последний год с человечеством. С нами происходит тотальная война биологического и химического характера на уничтожение человечества. И это происходит впервые. Поэтому в данную вещь трудно поверить, ее трудно понять и трудно соизмерить с нашим предыдущим историческим опытом без необходимого понимания религиозного аспекта нынешнего состояния дел. Итак, после уровня политического, который характеризуется этой тотальной войной биологического и химического характера, следует уровень экономический. Мы могли бы ее назвать и экономической войной против человечества, развязанной сатанинскими силами глобалистов. Как это сказывается на наших обществах? Абсолютно очевидно. Через локдауны, через так называемую самоизоляцию, а точнее домашний арест, рушится полностью всемирная экономическая система и благосостояние сотен миллионов и даже миллиардов людей. Тоненький средний класс, который еще существовал в некоторых странах, исчезает. Целые сотни миллионов людей становятся безработанными. Мы находимся на пороге тотального продовольственного кризиса. Это значит голод и смерть. И это тоже следствие нашего отступления от веры и следствие того, что Господь опустительствует эти испытания для нас с вами. Следующее понимание происходящего – уровень идеологический. Этот уровень можно определить и следующим образом. Волей-неволей большинство из нас уже попали в эту идеологическую матрицу из-за чрезмерного пользования телевизором, ведущими телеканалами и вообще доминирующими СМИ. То есть мы проглатываем эту идеологическую форму понимания реальности из-за неспособности критического анализа состояния дел. Этот идеологический уровень долго готовился, многими десятилетиями нас приучали или, скорее всего, отучали думать самостоятельно. И все необходимые технологии социальной инженерии были доведены до совершенства с тем, чтобы полностью зомбировать человеческие массы, для того, чтобы они добровольно направились в ворота электронного концлагеря, который нам уготовили сатанисты из глобалистских кругов. Ну и после идеологического уровня, самый низший – это уровень физиологический. Конечно, все эти уровни взаимосвязаны, взаимозависимы, но только их значимость не является одинаковой. Низший физиологический уровень является наша жажда выжить. Эта жажда выжить любой ценой была навязана нам при помощи всевобщего страха, который нагнали на нас через СМИ глобалисты. Страх перед смертью является основным оружием психологического воздействия в условиях так называемой пандемии. Носите маски, иначе вы все перебдохнете, соблюдайте социальную дистанцию, или точнее антисоциальную дистанцию, иначе вы будете заражаться друг от друга. То есть происходит полное отчуждение человека от другого человека, от общества. Все смотрят на другого, на ближнего, как на потенциального врага, носителя вируса, который может быть смертельным для того, с кем нужно войти в контакт, и с которым не хочется в то же время входить в контакт из-за этой боязни умереть, из-за этого проклятого биологического оружия. И поэтому в этом видеоролике афонские старцы повторяют вновь и вновь очень понятную формулу. Боязнь перед смертью не является нормальным состоянием души верующего человека. Упрощая в нынешних условиях, мы можем сказать, либо ты боишься Господа Бога, либо ты боишься смерти. Если ты не боишься Господа Бога, и ты являешься истинным, православным, то тебя смерть не страшит. Ты понимаешь, что это не конец, это лишь переход в новую и окончательную реальность. Современный человек стал уязвим, поскольку материальные блага полностью или погоня за материальными благами полностью раздавили его душу и понимание смыслов собственного существования. Или, как говорится зачастую по-русски, нынешний человек больше думает о том, как жить, а не зачем жить. Возвращаясь к нынешнему тотальному психозу, мы можем сказать и так. Все-таки, кого ты больше боишься, дорогой Бхарта? Господа Бога или этот проклятый вирус? Если ты боишься больше вируса и смерти, значит, тебе не по пути с Господом нашим Иисусом Христом. А если тебе по пути, и ты следуешь Ему, Господу нашему Иисусу Христу, тогда тебе и вирус нипочем, тогда тебе и страх перед смертью ничто. Именно поэтому попольские старцы в своем послании подчеркивают, нынешний падший человек должен подняться с колен с уровня физиологического понимания состояния дел на уровень духовный, на уровень православный, на уровень религиозный. Идет невидимая война, и мы все являемся вольными или невольными участниками, либо бессознательными жертвами этой войны. Я предпочитаю быть активным участником и активно сопротивляться злу. Я вновь и вновь вспоминаю о гениальной работе великого русского автора Ивана Ильина, которого я часто цитирую и которого я всегда рекомендую людям, которые могут читать на русском языке, его знаменитую программную работу, которая называется «О сопротивлении злу силою». Речь идет не о насилии, а о том, что в критические моменты, в форс-мажорные моменты человек должен сопротивляться для того, чтобы сохранить честь, достоинство, свободу личную, свободу своего народа, своей Родины. И в конце концов добиться элементарного права быть нормальными православными в собственной стране, не подвергаясь гонениям со стороны властей при помощи полицейского аппарата под предлогом медицинского характера. Всем известно, что и здесь, в Молдове, гайки закручиваются, и издевательские, диктаторские методы становятся все более нетерпимыми. И многие люди думают, что выбор только один – смириться с нынешним состоянием дел. И не имеет значения, уважаемые друзья, если это смирение перед политической властью, а не перед Богом. Да, перед Богом мы должны быть смиренными, а перед политической властью, когда она злоупотребляет своим мандатом, мы должны оставаться непокорными, оставаться людьми с характером и способными защитить свою часть и достоинство. К сожалению, это не наблюдается. А люди, которые сколько-нибудь отдают себе отчет в происходящем, зачастую ограничиваются критическими постами в социальных сетях, иногда даже матерными постами, проклятиями в адрес разных политических партий, потому что у нас общество полностью разделено, как во всех так называемых демократических обществах, где люди раздавлены по партийному принципу, у нас это разобщение еще носит зачастую языковой, этнический, геополитический характер. И поэтому вместо того, чтобы направить наши взоры вверх против нашего общего врага, глобальных элит, масонских, сатанинских глобальных элит, которые пытаются поработить все человечество, и бороться с ними, начиная с духовных, религиозных методов и кончая политическими, мы ограничиваемся легкой бранью через социальные сети, либо просто впадаем в конформист, надеваем намордники и послушно соглашаемся на наше физическое уничтожение. Я еще раз подчеркиваю, нисколько не преувеличивая, и очень точно отдавая себе отчет о сказанном, что сейчас идет жатва. Я использую библейский термин, то есть сейчас дух смерти, дух сатаны пытается полностью захватить власть на мировом уровне. Сможем ли мы сокрушить нашего врага, зависит напрямую от двух факторов. Есть ли у нас еще способность возродиться с духовной точки зрения, откреститься от своего атеистического прошлого, от личного и коллективного атеистического безбожного прошлого, вернуться в лоно церкви и научиться вновь, я настаиваю на этом, сражаться с врагом рода человечества при помощи духовных средств или орудия. Первое средство – это молитва. Второе средство – это крестное знамение. Третье средство – средство постоянно необходимое – это покаяние. Четвертое средство – это исповедь, частая и искренняя. И пятое средство – самое высшее – это регулярное причащение. И только после того, как мы сумеем, если сумеем возродиться с точки зрения духовной, стать вновь религиозными людьми, вернуться в лоно церкви и понять, что мы являемся полноценными людьми только в той мере, в которой являемся носителями религиозного сознания, чувства и понимания жизни. И, имея эту сильную духовную власть над нашими пороками и недостатками, мы можем ринуться в политический бой. Без этого всякая попытка решить наши сегодняшние проблемы чисто политическими инструментами является абсолютно беспочвенной и наивной. Уважаемые братья и сестры, я понимаю, насколько трудно подобного рода посылы проникают в души и умы моих соотечественников, моих сограждан, поскольку мы настолько увязли в капкане нынешней реальности, виртуальной реальности, опьяняющей реальности телевидения и интернета, мы впали в привычное бесчувствие. И вот эта вот паутина, окутавшая наше сознание и наше чувство, не позволяет нам вырваться из этого порочного круга. Самое страшное, может быть, на сегодняшний день, это почти полное отсутствие воли нынешнего современного человека. Отсутствие воли сказывается во всем. В том, как мы живем, как мы проводим наши ежедневные заботы, чем мы занимаемся, как мы проводим наше свободное время, как мы относимся к ближнему, как мы относимся к нашей Родине, как мы относимся к нашей Церкви. И вообще, если говорить о воле, то при отсутствии воли к самосовершенствованию, а это значит воли к самопожертвованию, о каком успехе можно говорить? Можем ли мы рассчитывать на духовную и политическую победу в условиях полного отсутствия характерных, волевых и самоотверженных мужчин в нашем обществе? Если у нас достаточно крепких людей, которые смогли бы стоять на коленях перед Господом нашим Иисусом Христом, в Церкви и дома перед иконами и встать с колен по отношению к политической власти, будь то на национальном уровне или на уровне международном, потому что, уважаемые друзья, многие из нас уже поняли, национальных властей больше нет нигде. Ни в Молдове, ни в России, ни в Китае, ни в Америке. Есть только формальная оболочка национальных властей, есть только пешки на уровне президентов, премьер-министров, парламентов, которые тупо выполняют те же указивки, задания, директивы, которые спускают сверху эти сатанинские силы, организованные в разные масонские секты и дьявольские структуры. Это фундаментально, уважаемые друзья. Я заканчиваю свой материал тем, что хочу вас, всех чрезмерных оптимистов, огорчить. Нынешнее состояние дел, само собой, не разрешится, не рассосется. И возврата в прошлое больше нет. В прошлую жизнь, которую мы знали, с нашими привычными занятиями, с нашей привычной работой, с нашими привычными выходными, с нашими привычными отпусками, больше нет. И даже у наших детей нет возможности учиться так, как мы с вами учились. А обучение в онлайн является прямым геноцидом подрастающего поколения. Итак, выбор за нами, дорогие друзья. Либо со Христом против наших духовных и политических врагов, либо без Христа верная политическая и духовная смерть. Я все же надеюсь, в этот критический момент человеческой истории каждый из нас поймет личную, собственную, персональную ответственность перед Господом Богом, перед своими ближними, перед своей семьей, перед своей Родиной. И почему нет? Перед человеческим. Стряхнет головой, проснется, вырвется из этих оков и скажет, я раб Божий, но я не раб ни глобалистов, ни нынешней политической власти. И да поможет нам в этом Господь наш Иисус Христос. Аминь. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok